Несмотря на то, что советский ИС-2 и немецкий Тигр-2 являлись тяжёлыми танками одного класса и поколения, между ними большая разница, и тоже принципиальная. ИС-2 получился манёвренным. Несмотря на большую массу, его ходовые качества сопоставимы с Т-34. А немцам хорошая проходимость так и не покорилась. Удельный коэффициент давления на грунт у королевского Тигра превысил единицу. Это означало, что танк зарывался в землю при любом движении. Если же он шёл по дорогам, то сразу приводил их в негодность. Вдруг Гитлера Майбах с двигателем для такой махины и вовсе не справился. Тигр-2 оказался так велик, что с трудом начинал движение и скорее перемещался, чем ехал. Но других двигателей просто не было.